Уже две палочки термоклея ушло, скорее всего уйдет еще столько же или больше. Коряга еще пока немножко шевелится, поэтому надо налить еще спереди. Продолжение следует... 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 В водоеме будет примерно 3-4 см воды по высоте. Продолжение следует... Не гниющую тряпку. Вырезаем очень примерно... По линии водоема. Излишки можно загнуть. Продолжение следует... Теперь берем наш основной грунт. Это смесь... Мелкой сосновой коры... Верхового торфа... И песка. И сначала... Небольшим слоем... Чтобы просто придавить... Нетканый материал... Кладем... 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 Малыш... И... Потом будем высыпать большее количество, но сначала нужно определиться с расположением других коряг. Коряги не должны касаться краев нашей емкости, иначе живность оттуда будет выбираться. Смотрите продолжение в следующей серии. Коряги между собой тоже можно зафиксировать термоклеем, а потом не то тоже будет не видно. Остыл. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Нужно отрезать еще кусочек коряги, чтобы там подпереть, чтобы он высыпался и удалил. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Повторюсь, термоклей склеивает очень плохо. Он нам нужен в основном для заполнения полостей, чтобы не было шатания коряк, чтобы они никуда не сползали. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Краяние тканного материала лишнее можно подвернуть. Смотрите продолжение в следующей серии. Грунт трамбуем довольно сильно, потому что он даст усадку, чтобы не было никаких потом ям. На самые края водоема лучше насыпать лаву или мелкий гравий, потому что отсюда в любом случае будет грунт скатываться в водоем, и если это будет земля, будет очень много грязи. Лава хороша тем, что частицы ее очень шершавые, они хорошо цепляются друг за друга, и вот такие вот сильно наклоненные стенки держатся. Если бы были окатанные камушки, они бы уже стекли туда вниз. Теперь выгребаем все лишнее, что у нас насыпалось на дно водоема. Там у нас будет немножко другой грудь. Достаточно. Примеряем еще одну коряшку. Просто вкапываем ее. Компания. Продолжение следует... 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 Растение не обязательно прямо глубоко закапывать, достаточно, чтобы корневище лежало на грунте и было постоянно влажным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, давайте... Продолжение следует... 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 Периодически нужно опрыскивать, чтобы растения не подсыхали Потому что до этого они росли в условиях 100% влажности Следующее растение, это будем сажать на задний план Это Санерила макулята Довольно редкое тропическое растение, очень красивое Растет она кустом, высотой до 30 см И его нужно будет периодически обрезать, чтобы оно не лезло в высоту, а литвилось Я думаю, уважаемые зрители, пока в те моменты, когда Георгий сосредоточен и занят на посадке растения Это очень тонкие операции, такие хирургические Вы можете задавать вопросы в чате, на ютубе или в зуме И во время возникновения паузы я их буду зачитывать Потому что Георгий, конечно, сейчас увлекать Мне не хочется просьбы что-то комментировать, что он делает Потому что в принципе он сажает Но тем не менее, не стесняйтесь, включайтесь в наше общение Вот у нас такая мастер-класс с элементами диалога Так что всех призываю к активности Отрезанные верхушки стаурагина тоже посадим Они дадут корни, они будут прекрасно расти Следующее растение, которое будем сажать Это бальбитис гетероклита baby leaf Это разновидность бальбитиса гетероклита карликовая То есть это вот максимальный размер папоротничка Растет он обычно в непосредственной близости от воды Но не в воде, в воде он погибнет Хотя часто его продают как аквариумное растение Сажаем его на берегу Рядом с коряжками, на которые он потом залезет Я сейчас вынужден сделать сообщение Дело в том, что через 15-20 секунд остановится трансляция в Zoom Мы в чате оставили ссылку на данный эфир, который в YouTube не прерывается И если вам неудобно переходить на YouTube Есть такие зрители, мы сразу переподключимся на Zoom Поэтому не прощаемся Георгий, наверное, мы сейчас не будем прерывать промежуточным итогом Продолжаем работать Те, кто в YouTube с нами остаются Те, кто на Zoom, просто переподключаемся Когда трансляция возникнет пауза Спасибо 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Примерно такой уровень воды и будет в нашем водоеме... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сливать воду будем при помощи... Продолжение следует... 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 смену воды первый раз в водоеме лучше произвести несколько раз потому что она пока будет грязная и мутная в нее попали частицы земли теперь насыпем грунт на дно водоема сегодня будем использовать такую гальку достаточно крупную крупную, чтобы частицы мути и грязи не задерживались и легко удалялись наливаем еще воду на этот раз вода уже практически прозрачная теперь в воду помещаем плавающие растения они нужны обязательно, потому что освещение будет довольно сильным, а фильтрации у нас никакой нету в воде много органики поэтому если не будет никаких плавающих растений, которые, во-первых, затеняют, во-вторых, выедают всякие питательные вещества вода быстро зацветет используем пистию она очень быстро разрастается и часто требуется излишки удалять и сальвинию сальвинию это папоротничек такой мелкий тоже быстро растет если вы будете сажать водоем креветок потребуется довольно частая смена воды желательно один-два раза в неделю на 50% или даже больше потому что креветки очень чувствительны к аммиаку если у вас будет избыток, они погибнут если будете сажать краба, там не обязательно настолько часто подменивать воду просто по мере визуального загрязнения потому что крабы используют воду только для линьки практически все остальное время они будут проводить на суше и питаться тоже на суше кстати, давайте крабикой запустим креветок мы с собой сегодня не взяли это краб-красный дьявол это уже максимальный размер снова будем туда запускать очень простая содержание краб-красный дьявол раз 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 скрытские существа поэтому на такой объем их лучше всегда заводить штук шесть потому что они все время сидят по укрытиям, вы будете редко их видеть, если их будет мало. Кормить можно креветочным кормом, гранулируемым, сейчас очень много видов в зоомагазинах продают. Но если вы не будете кормить крабов вообще, ничего страшного не произойдет, потому что в таком флорариуме они совершенно спокойно находят себе корм, они питаются подгнившими листьями растений, кусочкими древесины, поэтому с голоду они не умрут. Все, флорариум у нас готов. На первые полторы-две недели необходимо будет закрыть его пленкой, чтобы поддерживать там высокую влажность. Через три дня пленку начнем приоткрывать, примерно по сантиметру в день, уменьшая влажность. То есть растения будут привыкать к уменьшению влажности. В результате со 100% она опустится процентов до 50, может даже 40, но растения уже будут к этому привычные. Ну, собственно, наверное, на сегодня и все. Можно задавать вопросы, если есть. Спасибо большое, Георгий. Так, у нас сейчас трансляция идет на Ютубе, возможно, не все там авторизованы и имеют возможность оставить комментарии, как вопросы. Вопросы можно написать и мне в WhatsApp, и в Zoom, где у нас тоже идет правильная трансляция, и на Ютубе. Но, скорее всего, вопросы поступят после уже, да, потому что вот у нас как бы с площадки такие разные были перемещения, с одной площадки на другую. И очень интересно будет посмотреть, как будет данный форариум развиваться и что там будет с крабиком. Георгий, благодарим вас за проведенный мастер-класс. Пока в планах нет у нас мастер-классов от Георгия в январе или феврале. Но я думаю, если будет такой же отклик, как от предыдущего мастер-класса, Георгий нам не откажет в этом удовольствии. Так что, ребята и родители, что называется, ставьте лайки, палец вверх и до новых встреч на проекте Эколектории московского школьника. До свидания. Спасибо, Георгий. До свидания.